И у некоторых квартир будет прекрасный вид не только на кладбище. Миграционный центр, государственное унитарное предприятие, автомойка, шиномонтаж, шаверма, вот там у нас, друзья, лента, ладожская в ту сторону, столовая. Один миллион. Андрей, ты меня просил подготовить самую выгодную программу. 300 тысяч рублей. Если учитывать данные квартирографии... А ты знаешь, что у некоторых студий будет... ...совмещенную школу с детским садом. Это что, получается, коммерческая нарезка? Вау! Да! Вау! Согласно данных из проектной декларации застройщика, с уставным капиталом... Да. И что это нам напоминает? Что нам это напоминает? Общежитие. Друзья, добрый день! С вами Андрей Артемов. И Анна Скребнева. Сегодня мы покажем и расскажем вам про жилой комплекс «Большая Охта». Устраивайтесь удобнее и внимательно слушайте. Жилой комплекс «Большая Охта» расположен в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга. Между Якорной улицей и Большевоохтинским кладбищем. До ближайшей станции метро Новочеркасской – 2,5 км. А до Ладожской – 2,6 км. Комплекс застройщик позиционируют как бизнес-класс. Проект разделен на две очереди. Будет 11 зданий высотой от 10 до 12 этажей. Часть зданий будут соединены коммерческими помещениями. Чем-то напоминает проект от легенды. Застройщиком комплекса является специализированный застройщик ЛСР «Проект». С уставным капиталом в 510 тысяч рублей. А согласно данных с налоговой инспекции, с 2019 по 2021 год среднее численное количество сотрудников – 0 человек. Серьезно? Да. У них один генеральный директор, видимо, пошут за всех, прикинь. Застройщик обещает систему умного дома. А что это такое, Андрей? Ты меня спрашиваешь. Это та система, которая обеспечит доступ на территорию комплекса, в паркинге. И еще многое другое она умеет делать. Вау! Да. Вау! Это как у меня в комплексе. А как у тебя в комплексе? По карточке везде проходишь. Класс. Да? Офигеть. И даже ворот автоматически открываются. Игровые площадки, лаундж-зоны, каворкинг, кабинет педиатра и совмещенную школу с детским садом обещает застройщик во второй очереди своего комплекса. И вот на нее, к сожалению, нет проекта. Высота потолков будет 2,70, 2,85 и 3 метра в зависимости от высоты выбранной вами квартиры. Класс энергоэффективности всех зданий Б высокий. Срок эксплуатации здания составляет не менее 50 лет. А ты знаешь, что будет после 50? А теперь давайте более детально посмотрим на проект. А как мы знаем, Андрей Ас в деталях. Тротуары будут уложены бетонной плиткой. Устройства дорожек и придомовых площадок, согласно проекта, будут набивные. Это такой мелкий камушек. Будут и зарядные устройства для электромобилей. Дом будет монолитным. Заполнением из поризованного кирпича. Система вентилируемого фасада из клинкерного кирпича. Стены к соседям из бетона. И перегородочного камня. Будет и звукоизоляция. Застройщик применит термозвукоизол стандарт. Похожий материал применяет для звукоизоляции банала. Стяжка пола будет армирована фиброволокном. За счет волокна стяжка будет легче и прочнее. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. В первых двух корпусах будет 1199 квартир и 80 машиномест на открытой территории. Студии и однокомнатные квартиры займут почти 86% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 11% и трехкомнатные квартиры 3%. Это что получается? Коммерческая нарезка? Под продажем и сдачу. Да? Это семейный комплекс? Семейный комплекс. Бизнес-класса. Так позиционирует застройщик? Да. Понятно. Но он же не говорит, что он семейный. Он говорит, что это бизнес-класс. А сколько квартир на этаже, Андрей? От 7 до 11. Прекрасно. И что это нам напоминает? Что нам это напоминает? Общежитие. Строим дома, а школу и садик потом. А куда ваши дети будут ходить, пока они будут достраивать еще здесь все остальные дома? Куда они будут ходить? Туда. Вот я тоже думаю, туда. Откроем частную школу. Кудой? Тудой. Купим коммерцию, откроем частную школу с детским садиком. Это актуально. На момент съемки видео, однокомнатную квартиру в этом комплексе можно приобрести от 8 миллионов 600 тысяч рублей. Все квартиры застройщик передаст в черновой отделке. Квартир на этаже будет от 7 до 11, в зависимости от корпуса. А в наше время это считается нормой. Даже не нормой, это круто. Это не 20 квартир. Не 25 и не 30. Согласно данных из проектной декларации застройщика, первые дома сдадут в третьем квартале 2025 года. А ключи передадут 30 июня 2026 года. Мне планировочные решения понравились. Чем? Большим количеством окон и рациональным использованием площади. А ты знаешь, что у некоторых студий будет по два окна? Как тебе такое? Это круто. Да? Здорово. Можно делать однушку. Маленькая, но однушка. А купишь как студию. У комплекса хорошее месторасположение. Охтамол в шаговой доступности. Гипермаркет, лента. До центра совсем ничего. Переехал мост Петра и Великого, и ты уже в центре. Но все мы знаем, как мы его переезжаем в часы пик. Очень-очень плотно. Рядом с Охтамол две новостройки. Жилой комплекс Магнифика и жилой комплекс Альтер. И они 100% проигрывают по цене Большой Охте. В жилом комплексе Альтер однокомнатную квартиру на сегодняшний день можно приобрести от 16,5 миллионов рублей. А в Магнифике от 16 миллионов 100 тысяч рублей. Если учитывать данные квартирографии, то комплекс рассчитан застройщикам под инвестиции. То есть под тех людей, которые приобретут, а потом продадут квартиру, либо будут их сдавать в аренду. Поэтому почти 86% квартир отданы под студии и однокомнатные квартиры. Андрей, ты меня просил подготовить самую выгодную программу. Да. Но сегодня их на рынке очень большое количество. Поэтому я взяла на свое усмотрение. Но когда мы работаем с клиентами на встрече, мы, конечно же, все просчитываем индивидуально, потому что у всех своя ситуация. Итак, я взяла тут программу, если бы я покупала квартиру в данном жилом комплексе. Изначально цена, которую ты нам озвучивал на однокомнатную квартиру, 8 миллионов 615 тысяч рублей. Для того, чтобы нам взять ипотеку по господдержке, субсидированную, под 3,9%, на эту квартиру будет удорожание 10%. Первоначальный взнос составит, минимальный, по которому мы считаем, это 15%. 1 миллион 450 тысяч рублей. Срок такой ипотеки максимальный на 30 лет. Максимальная сумма в кредит 12 миллионов рублей. Ежемесячный платеж у нас составит 37 тысяч рублей. 859. Как тебе? Что ты скажешь? То есть я беру квартиру за 9,476,720 и у меня будет ежемесячный платеж 37,859. Да. Но если хочешь, я тебе сейчас посчитаю по другой ставке, какой будет платеж, если не субсидированная ипотека сейчас. Я не хочу вести бесконечные дискуссии, что-то доказывать. Я считаю, что для кого как важнее, кому как удобнее, пусть так и делают. Поэтому для вас я посчитала госпрограмму без удорожания по ставке 6,7. Тогда у нас здесь 10% удорожания не будет. Первоначальный взнос 1 миллион 300 тысяч рублей. Условия те же на 30 лет. 12 миллионов максимальная сумма. Так, ставка 6,7. И ежемесячный платеж здесь получается 47203 рубля. Поэтому, друзья, выбирайте, что для вас важнее. Слушай, ну получается разница почти в 10 тысяч рублей. На 30 лет. Если ты покупаешь квартиру для себя, то, конечно, интереснее взять, вот я бы взял где платеж меньше. Ну а если ты инвестор, то ты теряешь 10%, которые уходят в эти удорожания. Если, друзья, обратиться к сайту застройщика, то вот смотришь фотографии, рендеры. Все красиво, все зелененькое, все супер. Но смотрите, что есть. Во-первых, по якорной улице будут вот эти свечечки, назовем их так, 12 этажей. Здесь у нас коммерция. И здесь у нас будет школа с детским садом. Вот смотри, обрати внимание, вот у нас партизанское, вот оно, Большевоксинское кладбище, вот оно якорное. Вот здесь вот эти дома, которые объединены между собой коммерцией. То есть будет такая коммерческая улица. Напротив промка. Кафешки будут забиты, все, кто ходит в миграционный центр, потому что там особо ходить некуда. И обрати внимание, вот эта площадь, это школы и встроенного детского садика. Вот школа. У них своя территория должна быть. Спортивная площадка. И, соответственно, у детского садика должны еще для каждой группы быть тоже площадки. Конечно. Где-то они здесь есть. И, соответственно, под вот этот двор, смотри, здесь совсем не так-то много получается земли. Да. То есть здесь, в принципе, особо погулять некуда. Они на крыше будут. А крыши не эксплуатируемые, к сожалению. Да ты что, да? Да. Но зато здесь можно погулять будет в прекрасном кладбище. Вот этот земельный участок, друзья, на котором застройщик возводит жилой комплекс Большая Охта, демонтирует старые здания и построит новое современное жилье. Это якорная улица. Вот там у нас, друзья, лента. Ладожская в ту сторону. Столовая. И вот туда, Новочеркасская. Давайте вместе пройдем и посмотрим, что окружает этот бизнес-класс. Автомойка, шиномонтаж, шаверма. Конечно, я понимаю, что через какое-то время вот это все демонтируют. Но сколько пройдет до этого времени лет, к сожалению, неизвестно. Но понимаю, что этого не останется, потому что застраивать нужно, менять облик города и рано или поздно это все демонтируют. Но, наверное, не все. Потому что есть филиал ТЭК-СПБ, государственное унитарное предприятие. Вот видите, большое количество здесь различной техники. И вполне возможно, это останется здесь навсегда. Вдалеке вы видите за желтым забором высокие деревья. Это как раз начинается больше Охтинское кладбище. Бизнес-центр Анкор. И впереди вот здесь на углу мы видим с вами дилерский центр Volkswagen. И за ним уже парковка Ухтамола. И до Ухтамола там, как говорится, рукой подать. Миграционный центр Заневский. А вот он и бизнес-класс от ЛСР. Мы с вами видим Гидрометеорологический университет. И старая застройка. Довольно-таки хорошие пятиэтажные дома. А там уже, если ехать прямо, как раз выйдем в центр города. Так как эта часть района не сильно застроена новостройками, здесь есть места и в школах, и в детских садах. Школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Совмещенную школу с детским садом обещает застройщик во второй очереди своего комплекса. И вот на нее, к сожалению, нет проекта. Но застройщик тоже возведет школу с встроенным детским садиком. Но это все, друзья, относительно. Потому что не означает так, что если у тебя школа и детский садик находятся прямо в твоем дворе, то туда именно пойдут твои дети. Куда направят? Туда и отправите своего ребенка учиться. Мы видим с вами установку под буронабивные сваи. И вокруг большое количество еще промышленных зданий, которые пока что останутся здесь. То есть вполне возможно, когда они сдадут в 25-м году, в 26-м вы получите ключи от своих новых квартир, где будете делать ремонт, вот эти постройки еще могут быть здесь. Здесь комбинат химико-пищевой ароматики. Да-да, это именно вот это, друзья, белое здание с красной полосочкой. Оно будет граничить с комплексом. И у некоторых квартир будет прекрасный вид не только на кладбище. Так как здесь, друзья, большое количество промышленных площадей, здесь все время все забито машинами. То есть на эту сторону улицы Якорной вид прекрасный не только на промку, но и на большое количество машин. Автомойка, памятники, мойка, шиномонтаж, шаверма, губ, иммиграционный центр. Это все будут видеть жильцы из своих окон, которые выходят на Якорную улицу. Задавайте свои вопросы, звоните и пишите, если нужна консультация по недвижимости. Мои контакты и соцсети в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok